Почему именно 6-я? Потому что изначально нам предложили, то есть вообще как бы без нас этот вопрос решался благодаря уполномоченным по правам ребенка и благодаря главврачу психиатрической областной больницы Святой Софии, то есть они изначально изыскали возможность нахождения филиала детского отделения в здании 6-й. И тогда, когда общественность в лице Таниди поднялась, то есть против этого, тогда мы уже вмешались сюда и мы осмотрели 6-ю больницу, то есть мы не сразу были за то, чтобы наше отделение, отделение для наших детей находилось в здании 6-й больницы. Мы осмотрели ее, осмотрели двор, затем приехали сюда и теперь, как представитель родителей детей-ментальщиков, выражаю свое мнение, я думаю, мнение нашей общественности, родителей деток с ОВЗ, что 6-я горбольница больше подходит, во-первых, по метражу, то есть она значительно больше этой больницы. Второе, то, что там минимальные затраты будут по ремонту, так как ремонт там делался, я думаю, не очень давно, то есть она в лучшем намного состоянии. И третье, это то, что здесь хоздвор, он не предусмотрен для того, чтобы здесь сделать для детей нашу детскую площадку и какие-то живые насаждения, чтобы были там, все это можно сделать. Сегодня уже какое-то решение готово вынести в свой родитель? Готово решение вам делать, да, я его высказала, однозначно, решение, то, что это здание, так же, как и хоздвор, я его по-другому не назову, они не подходят для наших детей. Я воздерживаюсь, если здесь будет какое-то голосование, я однозначно не голосую ни за, ни против, я воздерживаюсь, потому что мы не хотим врагами быть никаким, детям, ни тем, ни тем. Но поскольку мы так и не изучили, так и документы, не увидели и не смогли сделать выводы. Да, поэтому мы с Алексеем Владимировичем, наверное, как будем в плане воздержавшись, правильно? Ну, а мы тогда в рабочей группе голосовать, значит, по использованию все-таки четвертой больницы для деток с ментальными расстройствами, либо второй вариант, да? То есть, пожалуйста, первый вариант, кто за то, чтобы использовать четвертую, ой, прошу прощения, шестую больницу для детей с ментальными расстройствами. Все-таки, чтобы прозвучало это, да, еще раз повторимся, да, что это здание на Соборной площади, это будет бесплатное, абсолютно бесплатное оказание помощи деткам с ментальными расстройствами. На сегодняшний день другие здания в центре города, которые требуются для этих детей, не приспособлены, то есть нужно ждать 3-4 года, чтобы их привели в порядок. И, соответственно, так как эти дети не могут столько времени, да, ждать, им нужна вот такая помощь, и именно, и будет оказано именно бесплатно. Я скажу, да, вы не сможете, чтобы ее рассматривать. Кто против четвертой? Так ее уже рассмотрели. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, по четвертой я воздержусь, потому что я не могу, я не специалист, разбираться, что подходит, что нет, я не могу, поэтому я воздержу. Здесь 60 квадратов меньше, вложений, опять же, сюда больше, здесь мы видим прекрасно из фасада и как крыша течет изнутри, что там вот эти потеки. И я, конечно, никакие заключения никакие не видела, но то, что это помещение меньше в треть, это однозначно. А то, что быть именно центром для детей с ментальными нарушениями, я уже три года пишу губернатору об этом, потому что то, что происходит у святой Софии, нужно вот этих ребятишек оттуда вывозить. А вот расположение, да, как я понимаю, тоже плюсом, что он находится, на соборной находится в центре. Однозначно расположение, то, что расположение в центре, это огромный плюс, потому что родители, когда везут своего ребенка в стационар, либо в поликлинику именно для них, для детей с нарушением психического, с элементами психического расстройства, однозначно, что вы, ну вот я постоянно с ними сталкиваюсь, и ко мне приходят на приемы, и как бы во всех сообществах эти ребятишки, особенно дети-аутисты, они не могут переносить транспорт, они как бы не могут переносить длительную езду, а здесь вот оно как будто вообще в центре области даже, не то, что там в центре города Саратова. Это однозначно огромный плюс, и там очень большая хорошая территория во дворе, где можно построить детскую площадку, и вот этим ребятишкам будет где поиграть, где погулять, и где на них не будут пальцем тыкать, и что тоже очень-очень важно.